Это просто кошмар какой-то, да? Я вот сегодня снимаю, третья батарейка уже садится. Ну да ладно, девятые года. Бывает такое. А кстати, вопрос возникает у меня. А вы часто блевали? Так, чтобы покушали и потом... Не, я не говорю про рвотный рефлекс после алкоголя. Это часто случается, да. А так, чтобы вы траванули с чем-то. Часто? Если честно, я два раза травился рыбами. Это было жесть. Реальная жесть. Это было... Вот, круче рыбного отравления, еще отравление грибами. Там вообще просто шлак. Вот. Недавно я вот здесь тоже перекусил мягко, так скажем. До этого я травился, ну, лет, наверное, там 12 было, может 10, не помню как. Ну, что-то съел неправильно. Как меня тогда выносило? Ну, чтобы в 46 лет вот этот, вот, вот этот человек траванулся. Это еще надо постараться, господа мои. Как дело-то с ее случилось? Как дело с ее случилось? Ну, захотелось пожрать. Так пожрать захотелось. Все свело. Я подумал, что, может быть, меня выручит магнит мой любимый, который располагается здесь в перечении Уральской и проспекта Ленина. Вот это-то-то, вот прям за моей спиной. Вот, прям здесь располагается. То есть я решил себе взять фасоли. Фасоли взял себе, фасоли. И взял себе сыра копченой колбаски. Ну, думаю, ща, поем, нормально все будет. Приехал. Да вот, рядышком я живу, кстати. Перекусил, пока съездил. И вот потом меня начало так колбасить. И колбасило меня по-не-детски. Реально не-детски меня колбасило. Чуть не... Я выблевал все, что можно. Я позвонил своим любимым соратникам из... Ну, тех, кто занимается нашим здоровьем. Говорю, что делать? Мне говорят, ну, езжай на левый берег. Я приехал туда, мне сказали, мы тебя закроем на 7 дней. Я говорю, а ты чего? Ну, помогите мне. А потом, а не-не-не, на 7 дней, на 7 дней. Я говорю, да это не получается, у меня тут праздники и все остальное. Ну, в смысле, праздники городские, естественно. Мне же надо было там кое-что поснимать. Кое-что я поснимал, естественно, фейерверки. Ну, чтобы такого не было. Потому что есть разные товарищи. Мы про них сейчас не будем говорить. Но мой главный принцип. Своя музыка и все свое, что я сам делаю. Почему нет? Ну, так вот. Типа решили мне заказать. Я говорю, не-не-не, не пойдет, все. Я, естественно, скрипя сердце и скрипя... И вообще в никаком состоянии добрался до дома. Ладно, хоть у супруги были таблетки. И благодаря этим таблеткам я хоть ожил. И то, слава тебе, господи. Вот. Кошмар, конечно. Просто кошмар. Просто реальный кошмар. Еще три дня я после этого еле-еле очухивался. После такого отравления. Ужасть. Ужасть, ребятки. Ужасть. И почему мы травимся? Вот вопрос. То есть, в принципе, уже нормальный супермаркет. Все нормально должно быть, ровно. Так вот, я задал вопрос и объясняю. То есть, я вообще в такие супермаркеты не хожу. По одной простой причине. Да есть тут нечего. Реально. Я просто захожу там. А, за минералкой. Вот только за минералкой туда я захожу. Все остальное, то, что сделано своими силами. А то, что не сделано своими силами, это просто кобздец какой-то получается. Ну, и вот этим кобздецом я тут и попитался. Вот. Что случилось? Привет, дорогой мой. Как дела? Нормально? А братишка-то где твой? Брат-то где твой? Здесь. А как я его не могу найти на связи? Давай я тебе телефончик могу дать. А ты мне запиши мой телефончик. Давай. А, у меня сейчас, твою мать, видите, как хорошо. Да-да-да-да-да-да-да-да. Мы специально, я просто специально пообщаюсь, потому что нужен мне человек, хорошо. Так, на мой телефон забей и телефон. 8951. 470. 0770. Все. Я тебя сейчас брошу. Да-да-да. Ну все, давай. Это специально так должно быть. Видите, меня в городе много людей знают. Спасибо, что вы хоть смотрите. Я вам за это большую признательность говорю. Так вот, почему мы сюда не заходим? Почему здесь полная ерунда? Вы вообще заходили в любой магазин? Ну зайдите. Вот у нас есть замечательная лента. Да? Сколько там колбас. И я вам говорю. Внимательно прочитайте, из чего они сделаны. А не пробовали? А прочитайте просто. Если вдруг какие-то возникли проблемы. Есть лупы. Внимательно прочитайте. То есть колбас уже нормальных нет. Представляете? Нету ничего. Господи боже мой. Мы в свое время кормили большую часть Варшавского договора. Если не весь Варшавский договор и еще там остальных стран. Тогда у нас было все нормально, да? Тогда колбаса была изумительная. Это было в Советском Союзе. Сегодня и сейчас колбасы разные много. Насколько она хорошая? Это вопрос. Я так полагаю, что она вообще не хорошая колбаса. Особенно колбаса типа Дим Димыч. Это после того, как я и траванулся. Все, никогда в жизни я больше не покупаю железобетонную. Спасибо. Одного раза. Во! Как хватило. Окей. Почему это случается? Задам вопрос очень простой. Потому что тем, кто нам эти вещи продает, им реально похрен на наше настроение, на наше будущее, на наше сегодняшнее, на наше завтрашнее. Да, да, да. Вы это не понимаете, да? Ну так я вам сейчас немножко расскажу. Для того, чтобы куриная ферма оправдалась себя, года работы хватает. Их настолько шпигует всякой билибертой, блин. Потом эта шпига от меня идет к вам. И вы потом умираете, естественно. Ну как по-другому-то. Да, да, да. А вы о чем решили? Откуда у нас рак-то появился в том количестве? Раньше их не было. Те же самые дела и со свининой. Чуть меньше. Чуть меньше, естественно. Даже меньше говядины нет. То есть вот вы думаете, что вы будете брать. А там еще сои и всякие остальные, чебату. Да, да, шкурка свиная. То есть, блин, я вам серьезно говорю, курица вырабатывается вся. И даже та, что не вырабатывается, ее через пресс прогоняют. Вы это потом кушаете и получаете удовольствие, ненужное вам абсолютно. Потом сдохнете однозначно. То есть, вот сам вопрос. Вопрос другой. Недавно мне сказали, что у нас с пчелом рот. А у нас с пчелом рот по одной простой причине. Потому что мы используем самое дешевое китайские химию. Ну там, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, раньше в свое время мы говорили о том, что давайте проверим на нитриты. То есть, уж такие штуки были, продавались. Возьмите, пожалуйста, это все дело. Если что, потом телефончик мой. Вы и так разберетесь, где я, кто я, что я. И зайдите в любой магазин и посмотрите, что мы едим. В связи с тем, что денег-то не очень-то и много решил бы. И где их сейчас взять-то я не понимаю. Эти самые финансы. Я, естественно, занимаюсь сельским хозяйством. Очень часто занимаюсь сельским хозяйством. Очень-очень часто. Через раз в четыре дня я туда езжу. В следующем году буду раз в два дня. Два дня там, два дня тут. Чтобы было красиво, ровно и вот так вот. Потому что раз в четыре дня не получается. Боже ж ты мой, я вам не говорю о том, сколько там сорняка. Да, 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 да. Да, 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 да. Вы помните вот эти все огромные урожаи? И там нету сорняка вообще. Нету, нету сорняка, да. А подсолнечник? А кукуруза? Где там сорняк? Это все пестициды, гербициды. Они ушибают все это дело. Да, 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 да. Да, да поверьте мне, если в свое время у нас еще была легкомоторная авиация, которая обрабатывала вокруг города Магнитогорска, то есть в городе ключей не было, потому что все вокруг дымилось ДДТ. В свое время эта авиация также обрабатывала и поля. В свое время человек, который летал на Ан-2, он зарабатывал гораздо больше, чем тот, кто летал на Ту-154. А вы не знали? Да вы знаете, такое и было. Потому что он работал, представляете? А сейчас нету этого ничего, все в какой-то какаше, понимаете? Что теперь люди делают? Они берут, все это дело опыляют. Ну, конечно, посложнее, естественно, проблематично. Ну, а вы должны понять, что это говно, вы едите, а после этого рак. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот я о чем говорю. И даже невзирая на то, что в свое время мы полностью уничтожились, практически полностью уничтожили наше сельское хозяйство, 14-й год, мы решили всех колбасануть. Ну, колбасанули, да. Я уже к своим товарищам по сельскому хозяйству обращаюсь, говорю, ребят, я что не въезжаю? Почему вас так долбили? Почему теперь все говорят, кормите? Ну, кормите, дайте, 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 дайте. А чем кормить-то, объясните мне? Большая часть населения, ну, в 100 километров вокруг города Магнитогорск, это Магнитогорск, естественно. Все сюда переехали. Естественно, люди уезжают, новые приезжают. И поэтому как-то еще более-менее население в городе более-менее нормальное. А что с селом? А там нету ничего. Клево? Да бокакаться просто. Вот так вот, вот так вот мы и живем. И если бы вы меня внимательно смотрели, а вы и должны меня внимательно смотреть, да? Да, ребята. Итог качественной работы – это только все свое. И забудьте вы про эти супермаркеты и магазины. Так как я это сделал. И теперь я уже точно знаю, что за колбасой в Магнит я не пойду никогда в жизни. Вы меня поняли? Сами думайте. У вас своя голова есть.